Приветствую всех зрителей, с вами Ктархонд, это Херзуферн4 и партия за великую Германию Геббельса. Третья серия, если вы не видели прошлую серию, то ссылки на них вы найдете в описании, обязательно посмотрите. Это новый мод наподобие ТНО, также нам позволяет сыграть в мире, где Рэйх победил и все не так гладко. У нас был Гитлер, потом умер, развал, вновь сбор. И в общем мы сейчас дошли вот от таких вот границ, посмотрите на карту нашего Альянса. И да, здесь очень некрасиво вышло с Русской Республикой, у них между двумя Русскими Республиками была война, мы влетели. В итоге одну нам дали забрать возможность, вторую нет. Поэтому сейчас сидим и не пойми чего ждем. Но я все же думаю немного подождать, раскачать сейчас как раз военку подальше и посмотреть, что будет дальше, повлияет ли это как-то или нет, даст нам новые фокусы, решения на войну или еще что-то, или же нет. Если не будет и скорее всего нет, потому что видите, типа если мы разберемся с походом на Россию, то нам тогда только откроют новые решения на войну. Пока такой возможности к сожалению нет. Ну ладно, да разберемся наверное сначала как-нибудь. Возможно стоит даже знаете что сделать? Вот эти вот два региона просто отжать и скорее всего тогда нам пропишут нормальное действие. То есть сможем объявить войну Республики. Можно конечно проверить, сейчас наверное мод на передачу регионов сделать. Я вот эти вот регионы хочу вернуть моему постевропейскому рейскомиссариату, потому что как вы помните финны отняли и теперь некрасиво. А пока я занимаюсь подравниванием границ, хочу порекомендовать вам игровой канал, где вы найдете прохождение стратегии на хардкоре. У автора хороший, четкий и поставленный голос. Он играет на высоких уровнях сложности и подробно рассказывает об игре, а также о своей стратегии. Уже сейчас на его канале очень много разнообразных стратегических игр. Вы найдете здесь как популярные вроде Crusader Kings 3, так и те игры, о которых вы возможно даже слышите впервые. Но все же стоит с ними ознакомиться, мало ли они вас зацепят. Ссылку на канал вы найдете в описании, переходите, оценивайте ролики. Если вам зайдет подача автора, то подписывайтесь и поддерживайте. В итоге я подровнял, смотрите-ка, поддавал здесь территории, рейс комиссариату нашему. Ну что ж, все. Эти регионы, значит, отбирать под свой контроль, то никак это на решение не влияет, так что нам сейчас надо будет через время просто напасть самостоятельно на Русскую Республику. Я сделал все-таки объявление о войне с помощью часов, как и говорил, иначе мы никуда дальше не двинемся. Ну а потом уже будем готовиться к вторжению во Францию, в других соседей и в целом к окончательной победе над демократами. И давайте, чтобы долго не ждать, не становиться еще сильнее России, потому что я и сейчас уже обладаю больше армии. Нападем сейчас, потому что она почти никакие территории не забрала, армию не увеличивает. И если я еще дольше буду тянуть, то я еще сильнее, сильнее, сильнее буду становиться по сравнению с Русской Республикой. Так что давайте объявляем войну и погнали. И да, посмотрите, старт войны вполне себе хорош. Мы уже сейчас делаем котлы. Все, все, огромнейший котел. Ух, не красота ли это? Ага, самое интересное то, что рекрутов у России больше нет. Ух, ну что ж, тогда победа точно за нами. И кстати, по великим державам на данный момент мы занимаем второе место. Американцы посмели нас обогнать, при том достаточно неплохо на 14 очков. Удивительно, на самом деле, как с учетом наших территорий и владений они все равно оказались сильнее. Армии меньше, промышленность, ну почти такая же, как у нас, даже слабее. Кораблей мало, но почему-то сильнее нас. Странно. А вот, наконец-таки, падение Европейской России нам дают ивент. Ивент, ну давай, оставить под своим контролем, либо же рейс комиссариату дать. Ну, понятное дело, что рейс комиссариату. Правда, я, честно говоря, не знаю, зачем так усиливать один рейс комиссариат. Возможно, управлять-то им, конечно, и проще, но вы представляете, просто какая-то силища. Просто до Урала, вот и Урал, в том числе, это все под их контролем. Жесть. Они же могут в любой момент просто восстать против нас. Правда, Архангельс под моим контролем, Петербург, Астрахань. И вот этот вот рейс комиссариат такой маленький, для чего он тут существует, вопрос, конечно, знатный. Хотя меня больше всего радует то, что остров по решению перешел моему вассалу. То есть остров был не захвачен, вот этот вот. Эта часть захвачена, а эта нет. Но все равно по решению перешел вассал. Понимаю, хорошее дело. И система Геббельса, конечно, посмотрите на это дело, сколько бонусов, дебафов и все это вместе. Да уж, экономика под Геббельсом это нечто своеобразное и интересное. Все, победа. Ну что ж, здесь выбора особого нет. Придется забрать все территории под свой контроль. И сейчас надеяться на то, что будет какое-нибудь решение с этими землями или нет. То есть серьезно нет решения на то, чтобы делать здесь марионетку? Ух. Это на самом деле грустно. Я не могу ни своему рейс комиссариату отдать, ни просто что-то новое здесь создать. Хотя вот Туркестан был. То есть здесь рейс комиссариат планировался. А вот здесь что? Его по плану не должно быть? Ладно. Некоторые границы и некоторые решения продолжают еще радовать и удивлять. Здесь есть одна небольшая проблема, которую я называю проблемой. Я не могу вторгнуться во Францию. Серьезно. Рейх не может решить вопрос с французами. Это максимально странно с учетом того, что французы не за рейх. Они как бы противники в любой момент могут вступить в альянс с Соединенным Королевством. Но никаких претензий на войну с Францией нет. Странности, но так вот реализовано. Ну а пока я, как видите, реформирую армию. А потом мне останется веточка на реформу флота. Ибо сейчас без реформированной армии и реформированного флота нападать достаточно странно будет. Все же надо наше военное руководство улучшить по максимуму. И, к сожалению, из-за того, что у нас у руля Геббельс, мы не можем пойти вот по правой веточке флота, где полностью можно избавиться от дебафов на флот. Нет у нас с вами, к сожалению, просто навсего Геббельс, который увеличит лишь производство кораблей. То есть выпуск с верфей. А дебафы все равно останутся. Ну ладно. Видимо, повышенным выпуском он нивелирует те дебафы, которые у нас останутся. Смотрите, мои радарные станции и уровень шифрования-дешифрования вместе дают о себе знать. Я вижу, сколько войск в Британии. Их тут вообще нет. Просто представьте, вот это вторгнется сейчас, и все. И все. Британия ничего не сможет. У нее даже войск нет. Хотя, если посмотреть по количеству, солдат, то 67 дивизий, как бы, да, много, классно. Но где они расположены? Как вы понимаете, опять где-то раскиданы. Здесь, 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 здесь и здесь. И в итоге сил ей, естественно, не хватает. Ну что ж, давайте я прожму это решение 50 дней до начала войны с Соединенным Королевством из США. Флот я более-менее распределил. У меня здесь 300 подлодок под управлением одного командира. Ну и остальные, там более-менее бывые корабли. Их не так уж и много под управлением другого. Да, чисто подлодочный флот. Притом я его сам не производил. Это стартовый флот. У меня тут есть несколько кораблей на производстве. Но вся проблема в том, что, как я понял, они не пойми, куда и как отправляются. Их нельзя изменять. Я не знаю, что с ними не так. Хотя я изначально сам их ставил, и все было нормально. Но только лишь подлодки новые можно размещать как-то иначе. Странности, конечно, но уже ничего не поделаешь. Их производство шло давно, и я только сейчас заметил эту странную ситуацию. И вот оно. Рейх объявляет войну. Соединенному Королевству. Давайте скорость уменьшим. И... Америки. Погнали. Великая война. Преимущество на воде, естественно, есть. Оно никуда не девается. Поэтому вперед, танки мои. Плывите. С радостью. В гости. Не знаю, кстати, удалось ли вторжение в Британию в этом мире, но вроде как нет. Но у нас уж вторжение в Британию точно будет успешным. О, попытались задержать. Еще попытались задержать. Но это танки. Вы что хотите против танков сделать? Это же бессмысленно. И они уже не сдержат немецкое вторжение. Все. Это просто прорыв. Все. Капитуляция. Британия. Возрадуемся этому делу. В Британии больше нет. Из великих стран? Серьезно? Исландия великая страна? Не, ну ладно Япония. С Японии вопросов нету. Она великая. Да пусть. Но Исландия. Так, и вопрос у нас с Ирландией. Можем оставить. Можем отдать Ирландию. И при такой политике Ирландия скорее всего станет нашей. Ну давай попытаемся. Все. В Ирландии переворот совершен. Теперь здесь национал-социалисты, которые стали нашей маркой. Замечательно. Операция в Ирландии удалась. Отлично. Смотри-ка, как моя авиация начала субмарины просто отопить. Ибо нефиг. Нефиг. Американцы здесь что-то вытворять. Ну и британцы тоже. Просто раз за разом. Все. Такими темпами сейчас весь флот противника уничтожим. А его все же... Да, 200 кораблей. Ух. А у Британии сколько? Еще 92. Ну ничего. Сейчас подрежем. О-о-о-о. Это я понимаю. Тут флот уничтожается у противника. Все-таки авиация решает. Решает. 4 корабля. И вот это вот посмотрите. Просто сколько флота полегло. Ну сейчас в этом проливе все и лягут. Уже 148. То есть просто четверть американских кораблей. Такой пум. И исчезло. Такс. Ну преимущество я взял. Дорожка зеленая есть для вторжения. Так что давайте. Сначала танки. Надеюсь, что наше путешествие окажется удачным. Как минимум танки уже на месте. А значит в скором времени они начнут свой поход. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Посмотрите, какая красота. Ух. На американца такие. Там высадка. Там высадка. Там высадка. Что делать? А ничего уже не сделаешь. Все. Конец вам пришел одним словом. Большой такой. Жирненький. Конец. Потому что мои войска уже здесь. Падение в Вашингтон. Город за городом просто падает. И кстати из великих стран Япония не вышла. Малайзия тоже. А еще и операцию там проводить. Совершенно знаете ли не хочется. Но выбора нам не оставляют. Начинаем вторжение в Японию. Здесь вообще нет флота. Поэтому 9 подлодок просто зарешали всю судьбу воды. Проще говоря взяли контроль. Так. Ну и как вы понимаете. У японцев тоже особо нечем поживиться. У них 0 дивизий. А значит что можно прорваться просто. И забрать победные территории. А смотрите все просто территории пустые. Все основные города забираем. Нечего было японцев без войск оставлять. Надо было им разрешить хоть местную армию создавать. А то как-то выходит уж вообще. Беззащитная Япония под нашей мощью. Нам капитулировать собирается? Япония. А ну да. Все. Замечательно. Минус Япония. Она теперь наша. В Америке за это время как видите более чем все успешно. Можно даже сюда особо-то уже и не отвлекаться. На сколько они там капитулировали? На большую часть. Ну примерно треть остался. Даже меньше. Остается нам теперь высадиться с вами в Малайзию и в Австралию. Ну а американцы здесь на поддержку пришли. Еще кто-то что-то пытается делать. Ну нет. Ну нет. Ну нет у вас шансов уже. Все успокойтесь. Смотрите какое интересное дело. Испания хочет к нам в Альянс войти. Не ну знаешь вовремя. Вовремя. Да мы тут уже победили. Можно сказать все сделали. А не такие. А может быть в Альянс? Ну да. Самое же время. Все. Америка капитулирует. 2 октября 1962 года. А здесь. Ух. Смотри какой уровень крепления. Девятый. Ну как бы знаешь. Девятый девятым. Ну когда тебя окружили. То уже явно не так-то хорошо. Да. Ищается жизнь. Эм. Что? А. Штаты. Войдут к нам в Альянс. То есть мы здесь чистку провели в Америке. И теперь они за нас. Посмотрите на эту красоту. Давай. 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 Прогружай. Так. И вот. Подожди. Так здесь консерватизм. Серьезно. Я думал они хотя бы. Поставят нужную партию. Но нет. Немецкие советники. Он просто. Союзник. Представьте. Он просто союзник. То есть он не. Вояка. Никто. Не вассал. Он просто союзник в этой войне. А если они сейчас призовутся против меня. Такого надеюсь не будет. Просто знаете. Будет весело. Сейчас такой кинет меня. И против меня же пойдет. Ну что ж. Поплыли. Надо с Малайзией сначала разобраться. А потом уже. Отправим свои войска в последний путь. В Австралию. А что все? Так серьезно? Вообще без проблем? Ладно. Я что против что ли? Раз вы не обороняете свои порты. Свою новую столицу. То это идеальный шанс. Чтобы мне сюда залететь. Все. Капитуляция. Возрадуемся. Остается одна страна. Сильно. Могучая. Это Австралия. Блокоть Исландия невеликая. Ну и на том спасибо. Так. Китай. Объявляет войну. А что может быть лучше чем объявление войны от Китая? В такое нужное я бы вам сказал время. Китай. А ты это? Нет. 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 Не офигел. 40 дивизий. 140 дивизий. Да. 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 Угу. Угу. Запомним. Запомним его как великого героя. Да. Который решил. Что может. С нами совладать. А благо у меня много вассалов. Поэтому вся вот эта вот армия. За исключением вот этой вот. Ну наполовину. Это вассальная просто. Все. Вассалы. Идите воюйте. Будем сдерживать атаку Китая. Ура. Зелено. Да здравствует. Поплыли. Ууу. 22 танковые дивизии. Наконец-то. Май 63. То есть почти год. Знаете ли. Готовились к тому. Чтоб в Австралию наконец-то выехать. Да. Долгая подготовка курорта. Но Гудериан. Здравствуй. Ты теперь в Австралии. Думаю рад. Оказаться в этом месте. Что ж. Наш танковый прорыв вполне себе идет неплохо. Потихонечку. Потихонечку. Австралия перестает существовать. Кроме того. Тут Испания решила с Бельгией разобраться. С другими странами. Ну молодец. Испанец. Он кроме того еще и Португалию полностью под себя забрал. Я так понимаю сейчас заберем эту территорию и все. Давай ждем. Здесь 5 очков победных. Ну-ка. Да. Капитуляция всего Альянса. О. Это прекрасно. Наконец-то. Случилось. То чего я так долго ждал. Давайте ждем конференции. Здесь сейчас Китай такой. Опа. А можно тут захватить Корею. Да. А нет. Нифига. Так. И что нам предлагают выделить? Британия и Канада. И африканские территории. И все. Я думал будет побольше решений. Ну да ладно. Квбк и Канаду выделить. Либо же онли Канада. Ну. 150 политических очков. Мне конечно особо не надо. Ну давай. Уберем два варианта. Так. Оставить под Германией. Новый режим. Ну давай. Новое британское правительство. Либо же план. Давай план выполним. Хорошо. Надеюсь что этот план не приведет к краху. Потому что загрузка такая долгая. Все нормально. Логично управлять отдельными территориями намного проще чем Единой Германии. Это как бы правильно. Разделили и выделили здесь части земель новых. Китай не ожидал моей атаки с корейских границ. И такой ух. Ухнул. Слегка. Ну а мы атакуем из другого направления. Давай. Наконец таки сформировался. То есть через время. Нам надо было подождать. Осталось разобраться с Китаем. Который решил что. У меня легко можно победить. Пока я занят войной где-то там. Да конечно. Полтора миллиона солдат. Просто уже потерял. Полтора миллиона солдат. Когда успел. Я конечно понимаю что у тебя там рекрутов еще. Ого-го. Но сливаться так глупо против моей слабой армии. Это странно. Но я пока тут готовлю высадки. О Канада. О Канада. Ну прекрасно. Наконец-то и Канада тоже создана. Разделили. Ну да надо было время чтобы подготовить правительство. Своих людей туда посадить. Да честно говоря все равно это выглядит очень странно. С учетом того что. Да. А границы конечно. Но зато у нас тут Канада. У которой кстати свои режимы. Свои дебафы. Ну и стандартное древо фукусов для любых стран. Так пошла первая высадка. Давайте сразу же к столицу атаку. Замечательно. Порт захватили. Ну и дальше тоже без сопротивления пойдем. Пехота у меня сильная. А значит справиться со всеми проблемами которые будут на пути стоять. Манштейн прям герой этой партии. Он столько армии вел под своим управлением. И там и там и там. Везде. Все основные воины под его командованием. Кроме того это естественно Гудериан. Это Шпейдель. И Вильгелембургдов. Ну еще иногда Ходж воевал. Но это так. Не самый главный игрок. Ну а Гудериан потерял часть танков. Притом там шаблоны были старые ужасные. А вот хорошие шаблоны которые я сам улучшал. Они остались. И они вполне себе еще воюют. Ну а Китай. А Китай что? Китай уже почти все. Тут еще чуть-чуть. И победа за нами. Все. Последний процент. Готов. Ух. Ну и долгая же война была с Китаем. Но благо. Забрайте территорию. Заканчиваем эту эпопею великую. Решение есть на освобождение Китая. А нет. Окупация Японии. Ну как бы лог. Это все выходит? Опять японская оккупация. Что? Ну японская оккупация. Японская оккупация. Ну 10 дней. Давай подождем. Хорошо. Может быть какой-то ивен дадут. Нет. Просто провалено. Все. То есть больше никаких событий нет. Мы все сами закончили. Ветка фокусов завершена. Никаких больше претензий на войну у меня тоже нет. Под моим контролем огромнейшая территория. 900 фабрик. Правда Франция до сих пор свободна. Но знаете ли, никак нельзя на нее пойти. И посмотрите на наш великий альянс. Да, тут Индия есть еще мелкие страны. Но так. Все основные территории под нашим контролем. Это победа. Рейха. Спасибо за просмотр. С вас лайки, комменты. Ну и всем до скорых встреч.